Добрый день, участники вебинара. Всех мы приветствуем. Санаторий профилактики Ромашкина по УТАТ нефтеправлению ТАТ нефтегаз переработка. Представляем вам информацию про санаторий, общую информацию в плане медицинскую деятельность, по видам лечения. Вот, можете по ходу подготовить ваши вопросы, какие будут. Ну, в презентационной форме наше выступление на данном слайде представляем территорию санатория профилактики Ромашкина, где четко обозначены все корпуса, жилые корпуса, лечебные корпуса. Снимок сделан с вертолета, поэтому как бы здесь вся зона Ромашкина хорошо видна. Расположена она в лесном массиве, где хвойные деревья, листья, лиственницы, то есть смешанный лес. Ну, и отсюда, естественно, можно сделать вывод, что, сразу же оговорюсь, забегая вперед, что один из мощнейших факторов оздоровления – это наш целебный живительный воздух. Вот на данном слайде тоже представлена территория. Общая территория составляет 30 гектаров. Используемая территория – это 13 гектаров, где расположены теренкор, газоны, цветники, игровые площадки, спортивная площадка, большой теннис. Имеется стоянка для обшин на 70 мест. Также на данном слайде представлена наша изюминка – это озеро, пляж, лодочная станция. В летнее время работает, на прокат выдаются латамараны. То есть в летний период можно также здесь и ловить рыбу для любителей. Следующий слайд здесь мы представили для вашего обозрения – жилые корпуса. Вот первый жилой корпус с номерным фондом на 80 мест. Это второй жилой корпус. Они однотипные. Номерной фонд здесь на 78 мест. В основном здесь представлены в здании двухкомнатные и двухместные номера. Наличие есть также одноместные и однокомнатные номера, трехместные номера. Здесь третий корпус. Он считается у нас люксовым. Номерной фонд составляет 85 мест. И четвертый корпус на 5 мест – суперлюксы. Здесь на вашем обозрении представлен первый лечебный корпус, где у нас проходит лечение по больной терапии и грязелечения, водогрязелечебница. И второй лечебный корпус, где в основном у нас физиотерапевтическое лечение и из теплолечения – это парафинотерапия. Более подробно по лечению я чуть позже скажу. Так, здесь на этом слайде здание клуба-столовая представлено. Значит, большим залом столовая и малый зал. Большой зал на 265 мест, малый зал на 40 мест. Основные у нас виды диета-терапии – это 4 стола. Представляем первый, пятый, девятый и пятнадцатый стол по восьмеру. В этом же корпусе расположен и у нас киноконцертный зал на 174 мест, где проходят выступления артистов, спектакли. Танцевальный зал, отдельно стоящий корпус тоже на территории Ромашкина. Здесь тоже проходят кунцевые мероприятия для отдыхающих. Здание бассейна у нас отдельно, значит, тоже отдельным корпусом. Представлены вот два бассейна. Это большой бассейн и малый бассейн. Большой бассейн имеет размеры 25 метров на 8. Глубина от 120 сантиметров до 180. То есть по нарастающей. И малый бассейн размеры 16 на 6 метров. Глубина составляет 60 кубометров воды. И, вернее, объем воды 60 кубометров, а глубина от 90 до 110 сантиметров. Ну, больше как бы малым пользуются дети, ну и лица пожилого возраста. Ну, отдельно стоит у нас и здание спорткомплекса, где, значит, имеются залы для проведения лечебной физкультуры. Большой зал, малый зал. Ну и отдельно у нас в первом жилом корпусе еще имеется и тренажерный зал. Цех минеральной воды, значит, тоже вот представлен. Выпускается наша тоже изюминка. Лечебная минеральная вода ромашкинская, которая имеет в своем составе гидрокарбонаты, сульфаты, кальций, магний. Вот здесь имеется информация небольшая. С минерализацией от 4,5 до 6,6 грамм на литр. В основном применяется эта вода у нас для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и при нарушениях отменных процессов в организме. Ну и у нас вот фонтан действующий, тоже наша одна из красавиц, изюминка нашего санатория. Вот в дневное время функционирующий фонтан и с различной световой гаммой в ночное время. Основные виды медицинской деятельности, которые осуществляются в санаторе Ромашкина, являются акушерство гинекологии, диетология, лабораторная диагностика, лечебная физкультура, медицинский массаж, организация здравоохранения, общественное здоровье, педиатрия, психотерапия, сестринское дело, стоматология терапевтическая, терапия, ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, функциональная диагностика. Все эти виды медицинской деятельности ведутся на основании полученной лицензии от 14 июля 2015 года. Ну и основная медицинская база, которая позволяет оказывать квалифицированную помощь, это при нарушении и различных заболеваниях. В первую очередь это опорно-двигательного аппарата, это наш как бы санаторий считается сам по себе общепрофильный, но, значит, акцентируем и обращаем внимание на то, что основной перечень заболеваний – это опорно-двигательного аппарата. То есть 60-70% отдыхающих в санатории Ромашкина, они приезжают подлечиться и оздоровиться именно при данной патологии. Параллельно мы обращаем внимание и на сопутствующую патологию, оздоравливаем сердечно-сосудистые заболевания, заболевания периферической нервной системы, функциональное нарушение нервной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания, лорорганов, что часто встречается у детей, заболевания мочевой системы, гинекологические заболевания, урологические, ну и заболевания эндокринной системы. Ну вот на данном слайде представлена, значит, одна из ванн водогрязи лечебницы – это ванна Акервиль, где мы проводим гинекологическую линейку с применением нашей едобромной воды, которая как раз больше применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и при заболеваниях нервной системы. Оказывает также влияние на отменный организм, на улучшение кровообращения, лимфообращения, при патологии данных органов. Но надо отметить, что едобромная вода – это наша скважина. Мы, значит, получаем эту воду оттуда в виде стопроцентной концентрации, разводим и проводим больную терапию. Пациентам очень нравится. И кто уже однажды попробовал, эффективность оздоровления мы видим по нашим показателям. То есть уже однажды, получив эту ванну, человек приезжает вновь за ней. Так как она не искусственная ванна, как это во многих санаториях применяется, а именно она природная, натуральная наша ванна, наша еземенка. Вот на данном слайде тоже представлены ножные, ручные, гидромассажные ванны. Мы их назначаем для тех пациентов, у кого имеются противопоказания к применению общих ванн. Ну вот, видите, в данном случае это гидромассажная ванна для верхних конечностей и для нижних конечностей. Тоже прекрасная ванна, практически не имеет противопоказания и применяем для пациентов с целью улучшения кровообращения. Эта ванна тоже наша изюминка. Здесь тоже считается, что проводится гидромассажная терапия, акварелакс ванна, то есть бесконтактная гидромассажная ванна. Пациент находится в этой ванне, не погружаясь в воду, на поверхности пленки. Значит, здесь оказывается гидромассажный эффект со стороны спины, на нижних конечностях, но шейно-грудная тоже охватывается при желании, вот если подушечку у вас. Тоже практически наша палочка-выручалочка для тех пациентов, у которых имеются противопоказания. Очень хорошие отзывы, расслабляющие действия на нервную систему, ну и в целом на весь организм. Ну и еще наша одна новая ванна. Значит, очень нравится она деткам и взрослым. Мы назначаем, есть детская ванна, есть взрослая ванна, это гидромассажная ванна, ванна-акватор, по-другому она называется, жемчужная, бурлящие вот три вот в воздухе за счет гидрофорсунок появляются. Тем самым гидромассажный эффект оказывается, ну улучшает даже настроение, видите, радость и восторг детишек при получении этой ванны. В санатории также проводятся такие процедуры, как душ-шарко путем напором, ну это знакомый, наверное, для вас. Ну плюс, значит, это циркулярный душ, ну и восходящий душ. У нас тоже имеется. Имеется также Дермалайф-система, мультисенсорная восстановительная система. Очень много здесь программ. Значит, одна из программ – это создание гидромассажного эффекта путем погружения в воду. Второй вариант – это кушоточный вариант, где используются различные программы, которые оказывают тепловое воздействие, точное воздействие, строями воды, в виде, например, тропического дождя, эффект тропического дождя, эффект падающего дождя и так далее. Тоже прекрасная процедура, отзывы положительные. Но здесь, конечно, нужно учитывать наличие показаний и противопоказаний. Углекислые ванны также есть, сухие углекислые ванны в основном, но контингент средний пожилой возраст при нарушении сердечно-сосудистой системы в основном мы назначаем для поддержки органов кровообращения. Здесь подается теплый углекислый воздух, за счет которого наружного воздействия, за счет которого как раз и оказывается воздействием на данные органы и на данный вид патологии. Здесь тоже водогрязелечебница. Одна из зон у нас, где проводится, это грязелечение. Как видите, грязелечение путем погружения пациента проводится в такую ванну. Но, конечно, здесь надо иметь хорошее сердце, чтобы принять эту процедуру. Для тех, у кого есть противопоказания, мы проводим грязелечение кушеточным способом, значит, то есть на определенной локальной части тела. Это, допустим, может быть нижняя конечность, колены, суставы, верхние конечности. Ну и еще применяется методика гальвана грязь, то есть это электролечение плюс грязелечение для тех, у кого есть противопоказания. Тоже отзывы положительные, эффекты здравления мы видим хорошие у пациентов. Ну это вот водогрязелечебница у нас представлена на ванном отделении, где проводим больную терапию и грязелечение. Второй лечебный корпус у нас в основном физиотерапевтическое лечение. Вот на данном слайде вы видите, наверняка, может где-то видели, уже знакомая, нормобарическая гипокситерапия, лечение горным воздухом. Масочным способом групповые проводятся сеансы, где пациенты получают воздушную смесь, максимально приближенную к воздушной смеси в горах. Поэтому называется горный воздух. Но отмечено, что здесь и отмечаем, и мы и статистику ведем. Состояние намного улучшается при заболеваниях органов дыхания, при заболеваниях органов кровообращения и в целом на отменные процессы тоже влияют. Есть пациенты, которые именно ради этого лечения к нам приезжают в санаторий. Один из видов лечения – это ароматерапия. Ну, по сути, это ком-то релаксация. Плюс, где вы видите удобные кресла, камин, релаксация. Плюс лечение различными ароматическими маслами, запахами. Здесь мы эту процедуру тоже проводим дозированно. То есть нужна переносимость пациента различных запахов. Создаем запахи. Запах лимона, например, эвкалипт, хвойной и так далее. По своему спектру. Также у нас проводится терапия эластичным псевдокипящим слоем по методике Светлова. Это вот вы видите вибромассажная кушетка. Вибромассажная кушетка спины в данном случае. Вот здесь вот детские имеются. Спина, кисти, стопы путем точного воздействия на кисти рук, на стопы. Вы это тоже, наверное, осведомлены. Знаете, что на кистях рук и на стопах есть очень много биологически активных точек. Вот путем воздействия плюс, значит, здесь тепловое воздействие и точное воздействие шариками, которые находятся внутри колпачка. Оказывается, тоже такой терапевтический эффект. Ну, вот здесь вот и пациенты, взрослые пациенты тоже получают эту процедуру. Ну, плюс и у нас вибромассажное кресло есть. Ну, ингаляционная терапия. Приобрели новую хорошую установку, значит, которая позволяет тоже групповым способом проводить эту ингаляцию. Здесь вот чем она отличается. Отметку только сделаю. Здесь 5 степеней защиты пациентов от перекрестной инфекции. Данное оборудование оборудовано противопылевыми бактерицидными фильтрами, ультрафиолетовыми лампами. Тоже эффект мы видим, особенно при заболеваниях органов дыхания. Ну, физкабинет сам представлен. Здесь, конечно, мы все представить не смогли. Было бы очень много слайдов и отняло бы очень много времени. Просто перечислю, что у нас в физиотерапевтическом кабинете проводятся различные виды электролечения. Это электросон, лечение динамическими токами, синусоидально-модулированными токами, электрофорез, дарсонваль, термотур, это ОВЧ-терапия, экстремитр, вакуумная терапия. Здесь вот одна из методик вакуумной терапии, новый аппарат ПУЛЬСТАР, для в основном улучшения базоактивной деятельности, для улучшения лимфообращения используется данная методика. Кроме этого, вот следующий слайд у нас применяется. И виды магнитотерапии, в данном случае это магнитотурботрон, общая магнитотерапия. Специально для пациентов приобрели и аппарат для проведения магнитными полями локализованным способом. То есть это спина на нижней конечности, но на данном случае здесь тоже это не представлено. Это аппарат ПОЛИМАК. Ну, светолечение есть тоже, лечение это биоптроном, соляри, солюкс. Ну вот одна из видов, это стоматологические услуги. Ну и на данном слайде еще представлена у нас скандинавская ходьба, тоже одна из новых методик, которая сейчас более уже широко распространяется по всем регионам. Мы чаще всего слышим тоже довольно-таки один из элементов лечебной физкультуры. Мы его проводим отдельно с выходом, значит, на теренкуры в хорошее время года, в теплое время, в летнее время в основном, ну, весной, осенью, когда тепло. Ну и у нас надо отметить, что четыре теренкура, вот эти вот пешеходные дорожки, я надеюсь, понимаете, да, это пешеходные дорожки, они внутри леса. Четыре их вида различной протяженностью, начиная от 700 метров и почти до 2 километров. Тоже мы назначаем дозированно, под контролем врача, с учетом состояния здоровья, ну и в зависимости от ВОЗ, стат нагрузки тоже предполагаемые, поэтому под контролем инструктора лечебной физкультуры. Этот вид у нас тоже в лечебной физкультуре проводится. Ну и вот еще один слайд, у нас здесь представлена детская комната, где, значит, детки могут позаниматься, поиграть под контролем воспитателя. Ну и у нас на прокат также имеются детские самокаты, машинки, вот множество. Ну, в целом, санаторий Ромашкина довольно-таки известный санаторий, как в пределах Татарстана, так и за пределами. Ежегодно мы принимаем около 6 тысяч пациентов. Кто однажды уже отдыхал у нас, он приезжает вновь и вновь. У нас есть свои постоянные клиенты. Ну и вот наши заслуги, они, конечно, говорят за себя. То, что мы каждый год, мы участвуем во многих выставках, в различных программах, специализированная выставка. В данном случае это спорт, отдых, туризм, индустрия туризма в различных номинациях, киц вот некоторые года. Ну и ежегодно это наша специализированная наша выставка и форум наш всероссийский здравница по годам, где мы ежегодно получаем медали. Ну, в данном случае вот последние у нас здесь по всем годам представлены все дипломы, медали. Мы вот последние два года были участниками диплом серебряной медали номинации «Лучшая здравница», в 14-м лучшей технологии лечебно-профилактического применения минеральных вод, лучшей технологии климатотерапии, климата профилактики, в 16-м году лучшая здравница, в 17-м году золотая медаль «Лучшая технология санаторно-курортного здравления». То есть вот эти вот наши заслуги, это работа всего коллектива, они, конечно, говорят сами за себя, и мы считаемся одним из лучших санаторий, как нефти. Поэтому мы ждем наших клиентов, пациентов от вас, чтобы люди к нам приезжали, количество было их еще больше, мы готовы принять всех. Спасибо за внимание у меня. Все, какие-то, может быть, вопросы, что-то, может быть, непонятно, можете задавать в чате, да? В чате. Ну, вот здесь вопрос насчет корпусов. Корпуса далеко ли друг от друга. Естественно, я уже озвучила, что наша территория очень большая. Конечно, ну, как протяженность, я в метрах вам не скажу, а нисколько примерно в метрах. Например, первый, второй корпус – 200. От основного корпуса – 50. Ну, протяженность, но везде имеются переходы, во-первых, между корпусами. Но когда, конечно, пациенты к нам прибывают в общем с костылями или с палочками, немножко, конечно, неудобства в этом отношении есть, но мы их стараемся заселить в наш самый ближний корпус, первый жилой корпус. Так, ну, вот поясните, пожалуйста, чем санаторий-профилактория отличается просто санатория? Ну, здесь даже само название говорит за себя, да, то, что мы носим название санаторий-профилактория, то есть мы берем и здоровых пациентов, да, наших здоровых людей, профилакторий, то есть мы занимаемся и профилактическим лечением. Но это, мне кажется, на сегодняшний день очень актуально. Лучше, наверное, провести профилактическое лечение, чем потом заниматься оздоровлением. Поэтому вот в этом и отличие. Жаль, что вот, конечно, прямого контакта общения нет, живого. Вот по записям немножко так приходится, не видя вас, общаться. Интереснее было бы, конечно, смотрев. Вы меня видите, а я вас нет. Поэтому, ну, еще вопросы, пожалуйста. Еще какие вопросы? Это уже не к нам, да, прочитай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вопросов, я так понимаю, больше нет. И время у нас еще немножко есть. Ну, как сейчас? Наши организаторы. Ну, в принципе, ладно, я сначала вроде бы как не хотела уже презентацию отправлять на почту. Ну, в принципе, ладно, хорошо, можно будет. Да, электронную почту скиньте. Кому ж интересно, мы скинем нашу презентацию. Вот как раз за это электронную написали. Угу. Ну, сейчас сразу же, да? Ага. По окончании. Угу. И всем получается. А, да, через организаторов тогда. Они же это самое. Угу. Ну, тогда, если уже нет вопросов, наверное, мы обращаемся к организаторам, можно завершить, да? Спасибо вам большое за внимание, за участие. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Сами приезжайте отдыхать к нам. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Угу. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok